И снова всем привет на канале Олег Нестеров, Брест. И сегодня я проведу передачу из дома, так как я сегодня не на работе. Но постараемся сегодня обсудить очень назревшую тему. Это как яблочность при украске, эффект яблочности. Многие это знают, многие это встречаются, особенно кто недавно красит. Из-за чего она может быть? Несколько покажу фрагментов из передач, где я рассказывал по регулировке пистолета, по нанесению краски и еще так что-то. В этих фрагментах будет в уголку желтенький квадратик. На него можно будет нажать и перейти на тот урок, с которого и взят этот фрагмент и посмотреть этот урок полностью. Ну, а мы не будем отходить от традиций, вопреки всем недоброжелателям юмора. И, как всегда в начале, анекдот. Ну, анекдот, на самом деле, тоже с бородой, старенький такой. Ну, представьте, ну, это 90-е годы, да, идет мальчик, сын нового русского, короче, такого бандюгана, идет с музыкальной школы со скрипочкой. Чш-чш-чш, ну, в такой бочочках. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Тут три пацана, короче, к нему подходят, бандюганы такие. Говорят, ты, бля, че у тебя там в футляре? Тут, ху, скрипочка. Тут, ну-ка, открывай, быстро, давай сюда. Тот открывает, бф, автомат, короче, Калашникова, выпадает. Тут такие, ху, это шо такое? А пацан хохочет, не может. Говорят, а ты че ржешь? Ха-ха-ха, я представляю, с чем мой папаня поехал на стрелку. Как он там будет выкручиваться с моей скрипочкой? Вот такое, дедурно. Ну, и по теме сегодняшней, отчего же все-таки появляется эффект яблочности на краске? На самом деле, очень много нюансов этого эффекта. Ну, основная, вернее, не основная, они все взаимосвязаны. Назовем так. Первая причина – это чрезмерное давление пистолета. То есть у вас сильное давление на пистолете, и, ну, то есть получается очень сильный раздув. Краску раздувает неравномерно. Давление должно быть в меру. То есть, если это у вас ХВЛП-шный пистолет, давление должно быть 2-2,5 где-то, да? Еще вот такой нюанс. Многие выставляют вот 2-2,5. Но не забываем, что у вас в компрессоре может быть отверстие там и 3 мм, и 6 мм, и 10 мм. То есть разная пропускная способность. То есть, как бы у вас, да, у вас компрессор создаст и 10 очков давления, но пропускать-выпускать он будет меньше. То есть, и даже если вы выставите 2 давления, на самом деле на постоянном пропуске он у вас будет иметь там полтора может быть давления. Ну, как бы, это вот что по давлению связано, здесь очень много аспектов. Многие делают на компрессоре, от компрессора подачу делают напрямую и оставляют регулировку чисто на пистолете. То есть, если у вас шланг там позволяет, там 8 мм, да, по-моему, идет на кислородном шланге. Если он у вас позволяет, такая пропускная способность у него будет хорошая, без каких-то впереди идущих кранов, которые имеют маленькое сечение и не пропускают. То бишь, нормальный поток воздуха. Ну, второе, и как бы это самое частое, когда у вас пистолет покрасочный, забит. То есть, он бывает забит в нем, вот вы так смотрите на просвет, все дырочки вроде бы целые, да. А подача воздуха, где вот идет сам раздув воздух, это боковые большие отверстия, 4 штуки их обычно, вот в них если забивается, как определить легко можно, что они забились. То есть, можно открыть бачок и посмотреть, при нажатии курка у вас идут пузыри в бачок, бурлится. А бывает, когда сильно забьются и выкидывает краски через крышку. То есть, это у вас забито именно воздушные отверстия. То есть, воздух у вас дует внутрь бачка, это плохо. Ну, от этого избавиться как бы легко, закиньте сам оголовник. В растворителе, пусть оно у вас ночь полежит, утром все это продуете, прочистите. Из-за регулировок пистолета тоже может быть, допустим, вы сделали слишком большой факел. И краску у вас не раскидывает как нужно. При накладывании полос, полоса, это вот как ложишь, при накладывании полос, многие границы к границе ложат. А нужно ложить с захода на предыдущую полосу. Вот, посмотрите, пожалуйста, отрывок из урока, где я об этом говорю. И изолятор, и все это, естественно, не помогало. Ну, и начнем с того, что мы налили в пистолет краски, да? Теперь регулируем давление. То есть, не нажимая полностью курок, то есть, подачу краски не делаем, просто нажали воздух. И смотрим, сейчас у меня сильный воздух, да? Я его чуть-чуть убавляю. Вообще лучше закрутить полностью и по чуть-чуть открывать. Вот так. Вот так, как бы, вполне достаточно. Пистолет у меня немножко засранный, я не брал новый, потому что взял старую кровь. Открываем. Смотрим, у нас бьет точкой, да? Это нам не нужно. И видите, сразу пошли потеки. Значит, в чем наша проблема? А наша проблема в том, что мы не открыли жиклер раздува, то есть, самого факела. Открываем его больше. Пробуем. Видите, факел уже больше. Открываем еще больше. Факел уже больше. Ну, и такого факела, как бы, достаточно, чтобы покрасить. Ну, как вы видели, в углу, там есть желтенький квадратик. Вот в этом эпизоде. Нажмите на этот желтенький квадратик, и вы попадете на этот урок, просмотрите его полностью. Там много полезной информации по регулировке. Там еще кто-то с чем-то сталкивался, добавляйте в комментариях. Мы это все посмотрим. По... Еще. По густоте краски. Бывают тоже такие варианты. Если краска, допустим, у вас сильно густая, и, хоть и давление вы создали, вроде у вас и лошадь он нормально кладет, да, но все равно яблочность, потому что краска раздувается все равно неравномерно. И, ну, о том, как развести на глаз краску, то есть тоже есть вот в уроке... Ну, давайте я вам покажу, вот сейчас пойдет ролик, отрывок. Это отрывок из ролика целого, я вам включу тот момент, где я развожу краску, на глаз, да? То есть вот так вот можно краску раздувать на глаз, посмотрите. Колхозным способом примерно разбавить краску. Разбавлять краску лучше, конечно, не в такой ерунде, а вот такое ведрышко, оно тут с делениями, то есть лак вот удобно разбавлять. Но оно засрано, то есть в нем менять мы не будем. Будем вот в такой разводить. Ну, берем для... как для начала, наливаем краску. Как бы я краску возьму такую, которую я не пользуюсь. Ну, как бы я и пользуюсь, но это у меня на проявочные слои. Вот, как видите, она очень густая краска. Наливаем растворителя. Ну, не торопился растворить и налить. Вот так вот разбавляю. То есть вот я разбавил, да? Ну, я уже вижу консистенцию, когда размешиваю, какие волны у меня идут за ней. То есть, как бы эта краска уже почти нормально. Видите, я на глаз даже, ну, как бы попал. Вот видите, берем отверточку обычную. Сейчас как бы вам показать. Ну, и кого заинтересовал этот ролик, чтобы быстро его найти, тоже на ролике загорается желтый квадратик посмотреть урок. Нажимаем мышкой на этот квадратик, попадаем, смотрим урок полностью. То есть, эти уроки есть. И эти уроки, по-моему, там в какой-то из папок есть. Просто нужно посмотреть. Все видео у меня поделено по папкам. Многие, кто не умеет пользоваться, да, заходят на мой канал. Там первая полоса идет. Это последний добавленный. Там все видео, которое добавляется. А нижняя полоска, это по папкам, плейлисты. То есть, в каждой папке там помного видео. Допустим, по окраске папка. Нажали на само название папочки. У вас появились все видео в этой папке, которые относятся к окраске. Кузовные работы. Все видео, которые к кузовным работам. Там еще какие-то. Еще мой блог, мой блог. Многие ругаются, что Олег, вот у тебя на канале стало не понять, что, да. Если смотреть по папкам, все вы поймете. Если вам нужны чистые уроки, смотрите чистые уроки. Никто вас не заставляет смотреть юмор. Анекдотов. Это уже решено. И не надо мне писать об этом. Ну, свои подписчики. Не надо меня успокаивать. Я нисколько не расстраиваюсь. Сейчас будете писать, Олег, не переживай. Это уже решено. Анекдоты будут. Это неотъемлемая часть. Юмор тоже будет. Видео со стороны тоже будут. Каналы отдельного. Я не буду создавать. Канал у меня юмористический, развлекательный, информационный. Канал народный. То есть, это канал, на котором собрался народ. Мы общаемся в золу рации. И большую часть подписчиков я своих знаю. Я с ними общаюсь онлайн в рации. В любое время дня и ночи они мне могут задать вопрос. Они могут вопрос задать на рации. Мы общаемся. Мы знаем, что творится у друг друга в семьях. Понимаете? Мы очень близки друг к другу. Мы знаем, как нам делать свой канал. Я считаю, это общий канал. Потому что мы в нем общаемся. Короче, по этой теме я сделаю завтра отдельный урок. И поговорю. И может быть, вы меня поймете. Те подписчики, о тех подписчиках касаясь, которым что-то не нравится. Не надо судить о канале по одному видео. Не надо. Вы посмотрите несколько видео. Почитайте комментарии. Ну, на моих уроках именно. Почитайте комментарии. Потому что видео там есть и сторонние. Почитайте, изучите, что думает народ. И будет ли ваше мнение уместно. Понимаете? Есть много пословиц. Семеро одного не ждут. Да? Там... Ну, это одна из пословиц. Я думаю, смысл ясен. Людей недовольных 0,01%. Понимаете? И из одного процента я не буду менять что-то канал свой. Нет. И отдельный канал я не буду делать. Этого не будет. Если вам уже точно не нравится, а если вы не хотите влиться в компанию, вам никто руки не ломает. Пожалуйста. Выбирайте другой канал. Ну, если вам нравится, милости просим. Мы, народ добродушный. Вот так, что я хотел поговорить. То есть, вот по настройкам пистолета, да? Отвлекся немножко от темы. Как бы сделаю я отдельный урок. Завтра объясню, что к чему по каналу. Думаю, может, народ немножко поймет, что я хочу сделать с канала. Или что. Ладно. Еще какие варианты бывают по яблочности? Неправильная регулировка пистолета мы уяснили. Пистолет грязный мы уяснили. Еще есть такая давление мы уяснили, да? Еще есть такой вариант. У дочери что-то там спряталась. Дочери там посмотрели. И еще есть такой вариант. Разбавитель. Разбавитель. Вот многие спрашивают, чем разбавить металлик? Разбавителем или растворителем? По сути, это одно и то же. Но для импортных красок, для металликов, допустим, да? Для акрилов. Есть свой разбавитель, которым нужно разбавлять краску. Импортный. Если вы будете им именно разбавлять, у вас будет меньше вероятности косяка и яблочности. Потому что при разбавителе краска, вот мы не видим на глаз, да? Но когда разбавляешь, вот добавьте в спирт воду, она будет так шипеть, реакция там происходит, да? Потом это все пройдет. При разбавлении красок то же самое происходит. Краска кипит. Кипит. И вот этот металлик, он шевелится. Потому что металлик, это стружка. Это стружка металлическая. Она шевелится. И, допустим, если вы первую часть разбавили разбавителем импортным, да? У вас он кипит по-своему, да? Он закипел, и, допустим, вот в эту сторону, вот так вот аккуратненько наложил металлик. Кончился у вас разбавитель, добавили вы растворителя, допустим, 646, 7, 8, 650, не важно. Добавили, он у вас будет кипеть по-другому, реакция по-другому идет. И волосинки могут вот так вот лечь, да? Металлик. Вроде бы вот так вот это на глаз не видно, но когда вы рядом поставите две детали, вы это увидите. То есть вот яблочность может быть еще от разбавителя. Либо, если вы разбавили уже растворителем, как бы это не столь криминально, я иногда разбавляю, то растворителем до конца икрасть. Не надо смешивать, как бы, вино с водкой, да? Вот и тут так же не надо смешивать. Но все-таки я вас склоняю. Пользуйтесь импортным. И мало того, что импортным, а именно той фирмы-разбавителем, которого краска. То есть здесь вот причина очень весомая. Ну и, конечно, манера, манера наложения металлика немножко другая, чем у акрила. Если акрил прощает многие погрешности, я имею ввиду с наложения, то металлик, он чувствительен к этим. Особенно светлые, серебристые металлики. То есть, типа, снежный королево. Ну, вообще серебристый оттенок, да? Их надо ложить аккуратно. То есть, укладывать краску с одинаковой скоростью. Это одно. Не менять расстояние пистолета от двери. Ну, не надо микронами, конечно, мерить, но примерно, чтобы одинаковое у вас было расстояние. Пистолет нужно вести равномерно и не торопясь. Как можно исправить, если все-таки у вас получилось, что вы накосячили и сделали яблочность, и вы еще не покрыв лаком, уже видите, что яблочность у вас присутствует, свет гуляет, да? А очень просто. Желательно, конечно, уже взять разбавленную, разбавленный металлик, именно разбавителем тот, который нужен, да? И отрегулировать его хорошо. И сухими слоями, это будет пару или тройку слоев, сухими слоями закладывать, заретушировать эти неровности. То есть краску обязательно нужно, чтобы она уже была матовая поверхность. Ну, это 10-15 минут обычно проходит, и поверхность матовей. И издалека, если вы красили вот так вот, да, то уже подальше вот так вот делаем, чтобы у вас слой в глянец не шел. Издалека вот так вот. И припорашиваем, припорашиваем, разравниваем все это. Примерно как вот следы на песке, да? Следы на песке. Можно их просто смести, да? А можно припорошить метелочкой так, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Подзакидал все, и нету следов, да? Вот и тут так же. То есть равномерно разнести краску, распылить. Пока краска мокрая, на ней могут быть видны пятна. Когда вот распорошили все, да, первый слой, подождите, сделайте паузу 10 минут. Высохла. Еще раз припорошили. Ну, так 2-3 раза. Вы посмотрите, ага, слой у вас выровнялся. Все, покрывайте лаком. Ну, это как бы один из способов, как это убрать. Про шагрень я уже как бы много рассказывал. Многие думают, что такое шагрень. Ну, для начала я просто скажу, что такое шагрень. Шагрень это, ее называют, кто шагрень, кто целлюлит, кто апельсин, многие по-разному. Кто крокодиловая кожа, да? Шагрень это, есть вот когда вы глянец покрасили, да? А есть такими пупырышками. Вот если апельсин взять в руку, вот его поверхность вот такая, она получается таким, ну, вот апельсиновая корка сама, да? Вот ее структура и похожа на шагрень. От этого, ну, от этого и называют апельсин, там целлюлит всякий раз. Ну, как его избежать? У меня там есть в других уроках. Может быть, потом я сниму это отдельно, как бы был вопрос на эту тему. Может быть, сниму, поставлю это. Ну, как бы вот основные причины, от чего получается яблочность. То есть старайтесь избежать хотя бы вот этих правил, это основные правила. Из-за чего получается яблочность, да? Это основные. То есть если хотя бы их вы будете соблюдать, то у вас будет гораздо меньше эффекта вот этой вот яблочности. Ну и всем еще раз советую, многие вот, как избавиться от кратеров. Всем еще раз советую. Посмотрите, вот я дам ссылочку на видео, как сделать колхозный влагоотделитель, и вы избавитесь навсегда от воды, от этих кратеров, от эффекта рыбьего глаза. Это тоже обалденный эффект, который очень плохо убирается. Ну, а на сегодня все. И напоследок анекдот. Ну, анекдот тоже старый, но смешной. Сидит мужик, короче, в ресторане. Сидит, голову опустил. Плохо ему. Вообще весь убитый горем где-то в прострации, да? В ресторанчике. И перед ним стопка водки налитая. Сидит. И тут такой, короче, наглый такой парень, знаешь, проходит. Ну, видит мужик там, вообще не отдубляет. Проходит, перед стопку выпил. Он так смотрит на него. Эх, что за жизнь? Дача сгорела, дом обокрали. Машину разбил, жена ушла. Отравиться хотел. И то какая-то сука мой яд выпила. Ну, такой анекдот. Так что... Ну, а на сегодня все. Всем здоровья, бодрого, настроения, удачи, терпения, добра и бабла. Надеюсь, скоро увидимся.